Всем добрый вечер. Ну и мы сегодня с вами будем разбирать возможности настройки Inquire в Excel и применительно это можно сделать только в 13 или в 16 версиях. В более ранних версиях это физически не существовало, но, однако, даже находясь и в 2013, а также в 16 версии, ее можно физически не найти. Причина будет в следующем. Эта настройка, она может быть только при условии, что у вас профессиональный пакет офиса. То есть если у вас будет какая-нибудь версия типа для дома упрощенная, да, которая содержит такие укороченные стандартные более версии, то в этом случае, как бы вы ни старались, вы ее физически не найдете. Ну, несколько слов. Значит, с вами, что называется, на проводе я. Меня зовут Ольга Кулешева. Я являюсь преподавателем специалиста по польским направлениям с декабря 2001 года. В большей степени занимаюсь Excel, но также занимаюсь и другими офисными программами, будь то Word, PowerPoint, Access, Visio или Outlook. Ну, любую информацию по расписаниям, обо мне в том числе, можно легко увидеть на нашем сайте специалист.ру, ну, а также какие-то возможности, секреты Excel, особенности. Можно также посмотреть, периодически что-то выкладывая на своем блоге, который называется mirxl.ru. Ну, в Excel я не веду только курсы, которые отвечают за программирование, то есть то, что связано с Visual Basic, все остальные курсы, собственно говоря, веду. Значит, что, собственно говоря, какие особенности, значит, какие особенности и что нам может предложить эта настроечка Inquire. Дело все в том, что по-другому еще часто можно встретить такие слова, как диагностика. С ее помощью можно будет сравнить два файла. С ее помощью можно будет проанализировать данные в одном файле. С ее помощью можно будет легко построить отображение связи между книгами, листами, ячейками. Можно легко очистить лишнее форматирование, которое, собственно говоря, на что влияет? В первую очередь на размер файла. Ну, какие-то форматирования бывают особо незаметно, влияют, а когда вот иногда бывает файл распух, то, может быть, воспользоваться этой настройщикой, он может, ну, несколько измениться. Хотя заранее сказать, что произойдет, это практически невозможно. По той простой причине, что можно действительно увидеть, что многие вещи были удалены, однако на размер файла это значительно не появляло или вообще не повлияло. Иногда бывает и изменяется достаточно существенно. Ну, во-первых, например, я сперва открыла просто обычный Excel, и в обычном Excel мы с вами эту настройку не встретим, потому что изначально она является именно надстройкой, да, то есть она уже установлена в самой программе, если у нас профессиональный выпуск, но при этом как бы не активирована, да. Поэтому, как и многие другие настройки, включается она исключительно через обычный пункт файл параметры. Значит, файл параметры. Здесь слева у нас всегда есть пункт надстройки. Ну, и, возможно, если вы включали какие-то настройки, вы обычно использовали настройки Excel, Excel, там включают, ну, например, там пакет анализа для расширения некоторых функций, и в том числе аналитических возможностей Excel. Может быть, кто-то включал поиск решения для решения задач по подбору исходных данных, чтобы получить там какие-то конкретные результаты. Однако, если даже вот я выберу настройки Excel, нажму перейти, то здесь мы эту настройку не увидим. Почему? Потому что это, ну, как бы, условно, немножечко как сторонняя, условно, настроечка другой технологии. Поэтому она будет располагаться не в списочке настройок Excel, а в списке настройки Ком. То есть типажи настройок, вы видите, они бывают разные. Вот здесь в этом случае именно настройка Ком. Ну, и когда уже нажмется «Перейти», тогда появляется ряд настройок Ком. Их количество, опять же, зависит от того, в какой версии вы работаете и какие дополнительные еще компоненты установлены. Ну, у меня на экране 2013 офис, поэтому, видите, здесь, например, еще есть там PowerPivot, PowerMap. Ну, PowerPivot, если вы не знакомы, это технологии, которые позволяют обрабатывать внешние источники, огромные внешние источники в том числе. Это специальная настройка, она позволяет их загружать, то есть импортировать, и в дальнейшем между ними создавать связи и строить отчеты. То есть то, что раньше многие люди делали в каких-то сторонних программах, теперь пользователь может выполнять в том числе и здесь. И вот здесь тогда, ну, есть необходимость поставить, соответственно, Никлая. Так, ну, смотрите, от того, что я ее сейчас поставила, ее на экране как бы нет, да? Я до этого проверяла. И видите, второй вариант еще какой может быть. В настройке ленты, если ее отключили, да, ну, как бы не показывать эту ленту, то она, соответственно, тоже отображаться не будет. Поэтому, если никто никаких лишних действий не делал, то вот эта обычная команда файл-параметры, настройки com, вы поставили галочку inquire, и она, соответственно, включилась. Ну, сразу скажу, настройка не бывает на русском языке, то есть многие настройки, которые бывают, они бывают остаются только на одном языке. Ну, в принципе, это не так критично догадаться, ну, даже если какие-то слова вдруг кто-то не знает, можно, в конце концов, воспользоваться переводчиком, перевести. Ну, а в целом слова такие достаточно общие лексики. Вот они все возможности, если говорить в целом, которые предлагает эта настройка. Так, разберем одну из первых. Первое, что мы с вами посмотрим, это будет у нас с вами сравнение двух книг. То есть пункт достаточно важный, с какой точки зрения. Вот, например, представим, что вы кому-то отправили файл, да, человек там с ним по работе, возможно, носил какие-то изменения, прислал вам обратно, и вы в какой-то момент понимаете, что, ну, если что-то тут не так, да. Либо, например, ну да, я не я, вот, что-то как будто вот где-то и вроде таких значений не могло быть. Ну, всякое бывает, да, если вы, отправляя, не ставили защиту на те ячейки, где он не должен вам ничего вносить, то дальше вы можете получать абсолютно любые сюрпризы. А здесь, что позволит увидеть эта программа? Она, знаете, как сыщик по разным пунктам, она просматривает все досконально, и вы реально увидите все пункты, которые были изменены, вплоть до того, что где-то в ячейке стало, например, полужирным, да, где-то, например, изменилось значение, где-то изменилась формула, где-то добавлено с сестей и так далее. Ну, то есть вот практически расскажет все те изменения, которые происходили. Но для этого у нас должно быть два файла. Поэтому если даже у вас файл вы отправляли, тот, который к вам вернулся с одним и тем же названием, ну, тогда просто придется немножечко их переименовать, чтобы потом можно было понимать, где, что называется, ваш исходный файл, да, где измененный и какие изменения, соответственно, произошли. Ну, соответственно, я сделала небольшую заготовочку, согласно которой мы посмотрим это в действии. У меня есть два экселевских файла. Они, собственно говоря, практически похожи. Где-то там содержатся какие-то отличия. То есть в целом, видите, одна табличка, ну, там несколько листочков, например, да, и практически такой же файл. Ну, здесь, видите, уже есть ссылка внешнего источника, да, пусть все ищет, отслеживает. Ну, и здесь, например, только два файла, то есть два листа. Количество в целом значения не имеет, ведь у нас информация может быть разная. И что, соответственно, вы делаете? На начальном этапе вы открываете эти два сравнивых, два сравнивых файла, да, две сравнивают книги. Три, даже если вы откроете, ну, он как бы это обработать вам не сможет. Находясь в целом в любом, потому что это все легко меняется, мы заходим на нашу эту настройку Inquire и выбираем, соответственно, сравнение файлов, Compare Files. То есть такая магическая, волшебная палочка нарисована. На экране появляется небольшое диалоговое окно, согласно которому мы должны выбрать, какие файлы с чем мы сравниваем. То есть у вас открыты же, может быть, и десятки файлов, а здесь вы сможете выбрать, вы видите, только две позиции. То есть, например, один файл, это у меня первый источник 2, и второй файл мой, первый источник 1. Ну, здесь вопрос, в каком направлении вы хотите их все сравнивать. То есть, например, я хочу сравнить второе по отношению к первому или первое по отношению к второму. То есть в этом случае, независимо от того, как вы выбрали, с помощью кнопочки Swap файлов, вы легко меняете их местами. На самом деле все изменения будут найдены, как бы вы ни смотрели, просто в одном случае он будет показывать, что в одном было, что в другом. То есть именно два файла у нас с вами, может быть, больше для сравнения здесь уже физически, видите, невозможно. Ну и, соответственно, я нажимаю сравнить КМП, и в результате немножечко программа будет думать. Она открывает, вы видите, их как бы для своих внутренних каких-то моментов, и в результате мы сейчас уже получили ответ. Ну, как вы понимаете, чтобы на нашем с вами семинаре мы не уснули в моменте, когда он все это усердно сравнивает, ну, это когда будут огромные таблицы, да, множество листов, то, конечно, я сделала здесь сравнительно немного, иначе смысл терять время, но вы все равно увидите, что это работает. Вот смотрите, один файл у меня открыт, да, как бы слева здесь, и, соответственно, он мне показывает справа второй файл. Уже какие-то изменения он показывает, в том числе, ну, как бы цветами, да. Ну, даже вот если просто я не буду никуда смотреть, да, то что в результате я вижу? Видите, вот, например, добрейший Данил Дмитриевич. В одной таблице он значится в Нижнем Новгороде, а в другой он уже бедняг оказался в Москве. Значит, это о чем он говорит, что в одной из табличек его я бы уже случайно или неслучайно изменили, да. Если я понимаю, что данные, например, по городу правиться не должны, то я понимаю, что это изменение, которое мне сделали, оно мне для дальнейших работ абсолютно не нужно, правильно? Так, теперь вот внизу, если в целом говорить, такой вот кусочек окошка у нас появляется дополнительный, это нам рассказывают вообще, какие виды сравнений он производил, да. Соответственно, галочками отмечено то, что он реально нашел среди наших позиций. Ну, здесь вы видите тоже исключительно англоязычное. То есть здесь он, ну, сейчас в процессе пощелкаем, посмотрим. Он увидел, какие там структурные изменения файла произошли. Ну, допустим, вот у нас в одном два листа, а в другом три, да. Также он нам показывает, что, например, где-то есть имена, где-то есть измененные вводные значения, да, в ячейках и так далее. И плюс все то же самое он, вы видите, еще показывает и в статистике диаграмм, да, то, чтобы сразу было видно, чего много, чего мало. Причем даже вот если, к примеру, подвести указатель мыши к столбцу, да, то он сразу рассказывает, что вот пять значений было изменено, да, что там 52 ячейки, ну, видимо, с формулами тоже содержат отличия по формуле и так далее. Но здесь, если даже вот я буду щелкать, то, в принципе, ну, никакого эффекта это мне не даст. Ну, давайте посмотрим немножко как бы поэтапно. То есть чтобы мне было удобнее, я тогда вначале их все отключу, да, и вы видите, тогда у нас как будто бы вот две таблички. Сейчас он их показывает по факту, как вот, ну, без оформления, типа, в этом окошечке удобнее. Хотя на самом деле, если очень хочется, то здесь вот одна единственная вкладочка Home, это отдельное окошко такое открылось, и здесь вот есть кнопочка Show Workbook Formatting, то есть показывать точно так же, как она у нас была в самом книге, да. Ну, единственное, может быть, здесь, видите, шрифт немножко помельче, чтобы было, ну, как бы лучше видно. То есть реально вы можете здесь переключаться по листам, смотреть, что там есть, да, на одном, на другом. Это как бы все, пожалуйста. Или вот, чтобы оно не отвлекало, да, если мы на нее нажмем, тогда нам будет более компактно показывать уже, говорю, просто сами данные. Здесь же также вверху есть кнопочка Resize Sales to Fit. Ну, это так называемый автоподбор ширины, да. То есть если где-то, ну, что-то не видно, то вы можете нажать, и он тогда сделает вам четко автоподбор ширины. Ну, или даже, если что, вы сами здесь, как и во всех других программах, всегда можете, ну, что называется, сузить, да, или расширить столбцы. Полосы прокрутки, горизонтальные, вертикальные, здесь тоже все это, ну, как бы присутствие. Ну, здесь, конечно, как вы понимаете, шикарный вариант, когда вообще огроменный монитор, да, тогда это все можно легко разместить и в том числе сразу наблюдать. Так вот, если, например, я сейчас поставлю галочку Вадима и данные, то, видите, он мне показывает, он показывает их на листе, да, выделяя, ну, у него зеленый цвет, да, как бы здесь вот он рассказывает, какой цвет, и рассказывает, какое значение на что было изменено, да, что было в одной таблице, что было в другой. То есть я могу бегать здесь, смотреть, ну, там, глядываться в эти строчки, да, или также мне спокойненько рассказывает, что содержится в одном файле, что содержится в другом. Видите, все отличия, да, 0.4, 0.5, то есть программа здесь, мы можем искать это долго, во-первых, не очень-то это удобно, где что удалено в значении, он тоже показывает. Здесь, например, номер страховочки присутствует, здесь он у нас остался исключительно пустым, да, ну, кто-то удалил, или наоборот, например, был видео, да, вопрос, какой файл из них был, ну, как бы, первый. Ну, здесь первый у меня второй источник, то есть реально вот, который первый, это был, как бы, исходный. На основании этого файла я сделала копию, ну, для нашего, да, семинара, потом сделала ряд изменений, где-то уже потом поработала по отдельности, но, тем не менее, он это все легко видит. Соответственно, вычисляемые значения. Здесь уже он показывает все отличия, которые есть в ячейках, связанные именно с формулами, да, не просто данные, а именно с формулами. То есть, видите, например, там отличия по значениям он показывал, теперь он показывает вот эти вот ячейки, что здесь отличия по формулам. Одна приводит к ошибке value, ну, по-русски это было бы написано знач, другая, соответственно, считает. Ну, здесь 0.4, там было 0.5. Здесь просто вот это не очень хорошо видно, потому что в этом окошке он показывает их, вы видите, в западных стандартах. У нас с вами в русских стандартах они пишутся через запятую, да. Он их здесь показал как будто как нормально, но с точки зрения расчета, конечно, формула уже все видит. И также, например, в этой ячейки тоже видно, что есть некое, ну, как бы, отличие по формуле. То есть реально вот если даже прокрутить, посмотреть, да, это будет видно, вот оно value и значение, уточнить и значение. Но здесь я как бы не вижу самой формулы, что мне, может быть, хотелось бы посмотреть. В строке формулы-то нет, да, поэтому есть кнопочка, опять же, сверху, show formulas. Такого же плана кнопка у нас есть и в обычном Excel, ну, и здесь в том числе. То есть показать формулы. И тогда он нам во всех ячеечках, где формулы, будет, соответственно, показывать уже, ну, как бы, сам вид формулы. Ну, здесь немножечко высоту, если там путь, поэтому, видите, он очень длинный получается. И вот здесь тогда я уже могу отобразить их рядышком, да, и наблюдать, что же, собственно говоря, там у нас за формулы. То есть в одном случае, вы видите, оставлено просто перемножение там двух значений, оклад и коэффициент, а в другом случае уже добавилась функция ifError. Это по-русски она звучала бы, если ошибка. То есть при перемножении получалась вот эта вот value, да, тоже ячеечка измененная. И поэтому я, например, в противном случае, как альтернативный вариант решения по этой формуле написала уточнить. То есть мы можем это не заметить, особенно, когда это огромные массивы, да. Вы видите, наш, что называется, шпион обнаружил абсолютно все изменения до малейшего. Так, да. Дальше, что у нас есть, как бы, это вычисляемая, да, сам по себе формула. То есть он чем-то похожий, вы видите, только в чем разница. Если до этого там формула, она просто отличалась, но вычислялась, то он их все равно показывал. А сейчас, вы видите, его показывает только там, где, ну, как бы, действительно отличается сама формула, да, то есть внешний вид формулы. Ведь на формулу может что влиять? Результат, да, если с исходными данными что-то не так, но формула одинаковая, то в этом случае он их, естественно, ну, как бы пропускает, считает, что это одинаково все годится, да. А вот если есть уже отличия, тогда он их показывал. Точно так же вот оклад. В одном случае у меня вот во втором файле, не, наоборот, с первым, он считает, вы видите, курс валют берет с листа курсы, да, вот следующий он. А в этом файле он уже берет их, если я сделаю пошире, из вспомогательного файла, ну, то есть из другого файла. Вроде бы казалось, внешне они, может быть, даже где-то быть и похожи, но все равно и формулу я немножко изменила. В одном случае округление идет функцией int, ну, просто берется целая часть числа, в другом случае track. В принципе, для положительных чисел это все будет одинаково. Но хоть малейшее отличие будет в символе формулы, он их тоже найдет. Затем, например, если структурная составляющая, то вы видите, он пишет, что добавлен второй лист, да, вот он, лист курса. Все. В этом файле только два листочка, в этом их три. Поэтому он видит, что структурная, да, структура – это вот добавить, удалить листы, да, уже изменено. Если я выберу имена, name, ну, немножко таким, конечно, не самым лучшим по цвету шрифта он пишет, да, но тем не менее. Он показывает, каким ячейкам или каким диапазонам какие имена присвоены. Ну, имена обычно присваивают с целью какой? Для удобства выделения каких-то моментов и для наглядности формы. Да, то есть вот он легко сразу видит, что в одном файле есть имена, а в другом их нет. Ну, имена, собственно говоря, для удобства восприятия, в том числе формулы, вот если я покажу, да, здесь хорошо видно, что он все легко тоже опять нашел. В первом файле в источнике вы видите здесь простые диапазоны, да, там лист сотрудники, какие-то ячейки. А вот во втором файле я уже присваивала этим диапазонам имена, поэтому в формулах уже и содержится, как бы, диапазон фамилии, диапазон отход евро, диапазон бонус. То есть если это одинаковые диапазоны с точки зрения получения результатов, это будет вроде все одинаково, правильно? А вот с точки зрения наглядности разные. И он сразу видит, есть ли в файле имена, и если есть, то какие, и, соответственно, каким ячейкам, да, если пошире столбец сделать, они присвоены. И здесь он говорит, что 11 имен. Ну, здесь действительно 11 позиций. Так. Еще что? Ну, макроса в этом файле нет. Data connections – это если есть какие-то подключения в книге, да, это когда обычно мы делаем импорт. Здесь их нет, поэтому мы тоже отличий не наблюдаем. Cell format. То есть это будет отличие по форматированию. Где? Ну, в массе своей, видите, вот мы были на одних листах, как только сразу я в пункты щелкаю, он мне что делает? Он вот сразу мне легко показывает ячейки, да, в которых есть отличия по форматированию. Ну, наверное, вам сейчас кажется, что никаких отличий здесь нет. Да? Ну, вроде казалось бы, зелененький, зелененький, как если он даже показывает. Но на самом деле, если посмотреть в источник, то зеленые цвета чуть-чуть отличаются. Они там разных процентов. Например, один чуть-чуть посветлее, ну, у него тут 50%, да, а у другого уже побольше концентрации, и у него уже, видите, 40%, да. Поэтому даже вот эти малейшие вещи, когда у тебя кажется, что они одинаковые, да, где-то бывает потом, он тоже легко все замечает. Так. Cell protection. Ну, здесь, если, например, мы были бы связаны с защитой и каким-то ячейком, ну, как бы сделали защищаемые ячейки, да, поставили защиту, он бы тоже эту информацию видел. Ну, и также это шит, вотбук, да, protection. То есть их здесь нет, поэтому физически нам уже их и не показывают. То есть, в принципе, такой неплохой удобный вариант, когда можно сразу в двух файлах, да, не бегая самим, вот его попросить. Ну, единственное, вот если огромные диапазоны, конечно, по времени это уже будет потеря. И обычно в этот момент, конечно, с Excel вы особо работать не сможете. То есть лучше, если это мощные какие-то файлы, да, ставить, когда вы там пойдете, ну, не знаю, там, чашечку чая попить или на обед, ну, смотря какие варианты. Потому что вот потом я вам покажу, но я специально сделал маленькие таблички, это может быть и 5, и 10, и 20 минут для построения этих схем. Так. Show details, это, собственно говоря, здесь нам ничего такого сверхоригинального не покажут. Ну, это практически вот это вот окошечко в целом. Так, вот здесь что еще есть интересное? Ну, скопировать результаты сравнения в буфераме, ну, видите, да, clipboard. Это если вы куда-то хотите их вставить, не знаю, просто в документе он вам все это таким же текстом напишет. И здесь вот есть еще кнопочка export results, да. То есть если я на нее нажму, то он мне сейчас предложит создать некий файл. Ну, давайте я его назову, так просто и назову там результаты сравнений. Будет сформирован отдельный файл.xl, да. И давайте посмотрим, что же будет являться его содержимым. Я открываю его. И вы видите, он что делает? Он практически все то же самое, что мне до этого показывал, да. Он показывает, какое было старое значение, какое новое, да. То есть вот это вот вся, как бы, статистика по измененным данным. Ну, здесь, как вы видите, ему, конечно, он не будет показывать, в каких ячейках вы там сделали краснее, зеленее, да. Его больше интересует именно вот, ну, с позиции значений. Отличия, да, differences. На вкладке setup он просто показывал, где он что нашел, да, как бы есть или нет. Ну, даже, кстати, иногда может быть в таком варианте, когда огромное количество, да, можно тоже и в таком варианте их сравнить, например, два значения, и выявить разницу. А иногда это может быть даже, с какой точки зрения удобно. Есть две версии файла, да, надо сравнить. Вы можете воспользоваться вот этой командой, получить вот этот отдельный файл, и в нем уже дальше доработать. Но единственное здесь только какое одно но. Вот эти все данные, которые мы получаем, ну, сейчас они как бы текстовые, но это легко можно преобразовать, да, выделить и воспользоваться значком, чтобы он преобразовал в число. Единственное, только привязки к источнику нет, да, то есть если там будут опять данные меняться, то просто вот эту процедуру придется повторять снова и снова. Так, а так вот отдельный файл, в котором тоже можно наблюдать, например, может быть, данные одного года, другого, да, и вы сразу рядышком так же их видите. Так, вот так он умеет как бы их сравнивать. Ну, больше здесь он ничего такого интересного не предложит. Вот эта кнопочка «Compare Files» – это вот он как бы еще раз предложит вам просто воспользоваться, находясь в этом окошке. Так, понятно, да? То есть вот такую вот статистику, то есть как вот еще по-другому как раз это называют, диагностику файла он проделал, да, все, что называется, взглядом просверлил и показал, где какие отличия. Вы видите, это отдельное окно, да, оно как бы не сохраняется, оно временного характера, поэтому когда вы его закрываете, если вы затем захотите снова проанализировать, то вы повторяете этот путь снова и снова, да, и рассказываете, какие файлы вы хотите сравнить. То есть с точки зрения действий, которые здесь предпринимает сам по себе пользователь, вы видите, они достаточно, ну, как бы несложные, да. Но, тем не менее, вариант, который нам можно будет легко отследить, потому что, во-первых, не всегда работается в режиме исправлений, так называемых, но в целом, и, во-вторых, независимо от того, кто где что делал, всегда можно увидеть. Второе, что мы сейчас увидим, есть такое понятие, как анализ книги. Ну, это, опять же, практически подобная же диагностика, но только в этом случае он будет это делать в рамках одного файла. Ну, и рассказывать вам, сколько у вас чего есть, там, формул с текстовыми функциями, там, вообще значения, где у вас ошибки есть по файлу и так далее. Ну, когда, опять же, все огромное, да, иногда вот эти вот ошибки, чтобы где-нибудь там возникает, глазами не выглядывать, можно вот тоже с помощью анализа книги это будет сделать. В этом случае, ну, я тогда открою другой файл, чтобы где-то там, может быть, ошибочек побольше и так далее. Как мы поступаем? У нас открыт некий файл. Мы опять идем на нашу вкладку Inquire, и здесь у нас самая первая кнопочка в группе отчет, да, или под бок-бок анализ. То есть проанализируем нашу книгу. Здесь вы сами выбираете, по каким позициям будет вестись анализ. Если, например, вам нужно проанализировать только по формулам, то вы можете либо отметить всю, как бы, эту категорию формул, либо вот если вас интересуют отличия только в каких-то определенных позициях, там, например, может быть, только там, где формулы массива вы хотите вообще найти, есть они или нет во всем файле, да, может быть, там, где только с текстами, константами и так далее. Ну, то есть выбор в целом есть. То же самое, где ячейки. Вы можете показать там зависимые, влияющие и так далее. Ну, давайте я поставлю, пусть сравнивают все позиции, да, по всей книге, все подключения, скрытые листы, вы видите, отображенные, то есть все вот эти вот позиции, значения в ячейках, там, объединения, пустые, защищенные, да, и так далее. Ну, и дальше мы нажимаем Excel Export. Ну, как аналог кнопочки ОК. Дело в том, что анализ книги он не делает в этом же самом файле, он как бы формирует своего рода отчет, ну, как бы в виде отдельного файла. По умолчанию, чтобы легче было сориентироваться, название файла мы видим, он оставляет, как было наше, и плюс к нему добавляет, что дойдет именно анализ нашей книги. Ну, то есть, наверное, несколько загадочно, конечно, выглядит кнопка Excel Export, да, то есть, в принципе, могла быть обычная кнопочка типа ОК или Начать, да, ну, вот они обозначили ее так. Ну, чтобы не растерять все по всем позициям, я, опять же, для удобства сохраню свою папку. Можете открывать файл обычным образом, да, либо здесь, вы видите, он готов вам открыть посредством кнопочки и сохранено. Ну, и теперь он расскажет четко, кто здесь что творил, что называется, за все ответишь. Вот, например, смотрите, предположим, создан был этот файл, ну, как бы из чистого листа, потом в него я набрасывала, допустим, сегодня, да, потом в какой-то момент, вы видите, допустим, там он все видит с 15.45, я его последний раз там, допустим, изменяла, да, рассказывает, какой размер, ну, и, собственно говоря, кто был автор изменений. И дальше он начинает рассказывать, видите, что есть линк на другой файл, ну, то есть используются данные из другого файла, у нас есть внешний источник. Есть два там отображенных листа, да, visible, видимые листы. Там есть 103 ячейки с формулами и так далее. Да, есть формулы с числовыми значениями, есть формулы с текстовыми значениями, есть, вы видите, там с текстовыми константами и так далее. Есть там разные типы ссылок. Это общая такая статистика. А вот дальше, в зависимости от того, чего он где нашел, потому что то, что не нашел, здесь тоже можно будет встретить, ну, реально можно будет легко побегать по листам. Ну, конечно, еще бы покруче был бы сервис, если бы вот эти названия, которые он формирует в первом столбце, да, являлись гиперссылками, было бы приятнее и быстрее бы перемещаться. Но, тем не менее, практически в такой же последовательности, вы видите, они идут. То есть он говорит о чем? Что у нас есть ссылки на другие файлы. Ну, там курс я брала с файла CB курса, поэтому он его сразу здесь прописал. То есть иногда даже человек может не видеть, это могут быть какие-то скрытые листы, да, но при этом думать, что такое у него все время спрашивают, или бывает так, где-нибудь там в источниках каких-нибудь прописанных не нашел, то здесь программа все равно найдет, на какой файл реально как бы идет ссылка. Каких вот подключений и прочего-то нет, он не показывает. Показывает, что у нас есть два листа отображенных, да, видимых. Показывает, что скрытых листов у нас нет, да. Если скрыть, то посчитает и расскажет, какие. Дальше вы видите, вот они, все формулы, да, то есть в каких лечейках формулы и, соответственно, какое значение. Ну, конечно, вот так, наверное, если просто смотреть без файла источника, то это не очень наглядная информация, да, поэтому там может параллельно. Но, во всяком случае, все варианты, все, что тут только есть в файле, он как бы показал, да. Смотрите, вот последняя формула, да, она в фигурных скобках. Это в Excel так и обозначается формула массивов. И, соответственно, на следующей вкладке, array formulas, он мне тоже эту же формулу показывает еще раз. Ну, ведь она же формула, да, просто особая. Поэтому она оказалась дважды и на всех формулах, и формулах массивов. То есть, например, открывая файл, так быстренько нажали и сразу узнали, есть в этом файле у вас формула массивов или нет. Если есть, то в какой ячейке, да, на каком листе. Соответственно, дальше он начинает рассказывать, где у нас, вы видите, ошибки в формулах. Что тоже, когда огромный файл и много листов, очень быстро вы, получается, сформировали вот этот листик, да, вам программа, вы посмотрели на каком листе, в каких ячейках ошибки, и быстренько можете к ним, соответственно, переместиться и посмотреть, в чем же там, собственно говоря, причины. В исходных данных, либо кто-то там в формуле что-то случайно удалил, добавил и так далее. То есть вот на все, что называется, потраха разложил числовыми, с датами здесь нет, с текстовыми. Ну, тексты, видите, он как раз здесь добавляется решение, как бы уточнить, поэтому он сразу ее в текстовую категорию тоже отправил. Ну, там он тоже. Бонус, хотя бонус здесь – это текстовые константы, да, как бы имена. Поэтому они здесь тоже вот присутствуют. То есть как сами значения, так и имена. То есть вот такая вот статистика, где чего есть, где чего нет. Вот по всем пунктам куча листочков он нам создал и рассказывает, что же здесь и как. То есть этот файл, его можно, ну, с ним можно как бы просто посмотреть, да, выяснить, где чего и как. Можно, соответственно, параллельно открыть и работать. Ну, во всяком случае, вы видите, в большей степени, вот, например, меня бы, конечно, интересовалось, что, наверное, при огромных файлах, это все-таки там, где ошибки. То есть раз сразу посмотрел, в каких формулах у нас есть ошибки, комментарии, да, есть или нет, условия проверки. Ну, то есть я говорю, вот прям все на свете, все, что вы здесь, все, что где бы вы только ни вводили, он четко вам возьмет и покажет. Есть объединенные ячейки? Нет. Кстати, объединенные ячейки тоже иногда бывают неплохо, особенно если, опять же, мощные таблицы, кто-то мог случайно нажать кнопку, да, где-то там вдали. И вот здесь тогда вы легко узнаете, какая же ячейка вредит и не позволяет, например, вам построить там, будь то, сводные таблички, подвести промежуточные итоги, консолидацию, ну, или вообще даже хотя бы ту же самую сортировочку. То есть вся подноготная, она здесь, вы видите, сформирована. То есть нужен вам этот файл, вы его можете сохранить и как бы потом к нему возвращаться. Не нужен, вы его просто закрываете, он у вас остается, ну, как бы, в момент того сохранения, как был создан. Поэтому анализ, ну, вот мы видели до этого, у нас было сравнение, да, он просто сравнил там их по формам, а здесь вы видите, он так вот, ну, более детально, прям конкретно по типажу использования, да, то есть вот прям все-все-все так старательно. Но опять же, понимаете, что если много всего, то процесс не будет идти за считанные секунды, то есть на это стоит на кого посмотреть. Иногда даже может казаться, как будто программа подвисает, она может даже сверху писать, типа, как обычно она любит написать, не отвечает, но, как он называется, на ее, вот это не отвечает, не ведитесь, подождите, потому что иногда, когда ей тяжело, она пишет, не отвечает, вы ее не трогайте, она все нормально дальше досчитывает. Такое бывает при работе вот с этой настройкой, еще с другой. Так, еще что у нас возможно? Еще у нас с вами возможно такое явление, как отображение вот связей к ней, допустим, листа. То есть это не мы там сами сидим и квадратиками рисуем, да, там значочек, название файла, да, и покажу, что там может быть. Это когда нам может быть удобно. Например, досталось нам в наследство какой-то файл. Там просто как открываешь, каждый раз забываешь. И при первом взгляде, да, вообще караул, что-то откуда-то тащится, непонятно где что, почему здесь вдруг обрубилось или еще что-то. То есть вот такие вот вещи, их можно создавать как в рамках одного файла, так и внутри одной книги, как бы посмотреть, что с листов где тянется, так и даже в том числе между файлами. Вот здесь, когда мощные файлы, их много, вот процесс идет не быстро. Это я вам точно говорю. Так, ну давайте вначале я вам покажу, когда мы в рамках одного файла соберем чем-то почти напоминающий такую же схемку. Причем вот здесь, например, она сейчас свернута. Я сразу вот глядя на эту схему, да, в том варианте, как я сюда презентацию ставила, я не могу сказать, центральный округ, он как бы конечный файл, да, то есть вот источник, или он еще откуда-то тянет данные, потому что плюс не говорит в этом случае, есть там файл или нет. Но когда уже на нее нажмешь, тогда уже будет все как бы понятно. Ну, для этих целей я возьму еще одну заготовочку. Так, это я пойду вот сюда. Например, например, у меня здесь есть вот лист, отчет. Ну, я здесь просто с помощью консолидации собрала данные из этих трех листочков. Ну, вот я, например, решила посмотреть, что что-то на этот лист, отчет влияет. Тогда, в принципе, на каком листе вы будете находиться, это не столь важно. Я иду на нашу вкладку Inclire, и теперь меня интересует что? Меня интересуют связи листов. Мы видим блок, он здесь их называет диаграммой, да, ну, как бы структурные вот эти вот иллюстрации. И вы видите три разновидностей. Для книг, да, и прям эмблема Excel-файла нарисована. Для листов. И совсем такие мелкие одиночные ячейки. Ну, все три вариации мы сейчас тоже с вами увидим. Ну, выберу для книги, да. Вот здесь, ну, я всегда обычно, когда и на курсах говорю, когда увидите вообще любое сообщение от любой программы Excel или уж в частности, то всегда прочитайте, потому что, оказывается, которые могут совершиться, вам программа всегда, ну, как бы сообщит. Здесь она вам говорит о том, что для того, чтобы выполнить эту операцию, ей надо бы сейчас сохранить, как бы, эти изменения, ну, как бы, файли, да, изменения. При всем при этом мы сейчас с вами открыли, там вроде бы, как будто как изменений не было, да. Ну, я вроде ничего не делаю. Но здесь дело в том, что вот в этих вот данных, чтобы мне эти числа самой руками не вводить, знаете, не очень увлекательно, да, когда это не нужно такие по жизни значения, то видите, здесь функция случайные числа между. Ну, она генерирует у меня случайные числа во всех табличках от 50, например, до 120. Поэтому вот если я даже буду нажимать сейчас клавиши F9, они опять на всех листах будут меняться, да. Ну, это так, разнообразие ради. И вот тогда он это тоже все видит, и он, видите, сразу говорит, давай сохраним. Вот если бы там были просто значения, он понимал, что при открытии файла никаких изменений не происходило, а он бы тогда эту команду нам не предложил. Ну, говорит, да. И тогда, вы видите, это сейчас процесс будет недолгим, но реально построилась схемка. Ну, здесь, правда, она немножечко похитрее. Вы видите, здесь сам файл и отдельно еще лист отчет, да. И он говорит, что вот все это находится в этом файле отчете, и, в принципе, в нем находятся вот эти вот четыре листа, да. Ну, так немножко как бы по запутанной, конечно, выглядит. Вот если так, наверное, будет лучше. То есть у нас есть с вами четыре листочка, да. Вот так, если посмотреть. Но здесь ситуация какая. Листы Екатеринбург с названием Москва и Санкт-Петербург, да, на основании этих данных строится отчет. Ну, и вы видите, когда я подвожу указатель мыши, да, он рассказывает, сколько ячеек где находится. Вот Санкт-Петербург, вы видите, формула 8, да, там ячеек там 18. Здесь, ну, они одинаковые, что Москва, прочее. То есть он сразу быстренько понял, где, что, откуда берется. То есть не мы с вами там, типа, не знаю, там условно в пейнте или еще каких-то там программах, да, подрисовываем себе эту схему. А вот оно, несколько щелчков, и оно, собственно говоря, готово. Понятно, да? Какой лист, на что влияет. Так. Теперь, например, этот отчетик закрою. Открою сейчас, ну, допустим, вначале ячеечку, давайте посмотрим. Допустим, небольшой файл я сделала, назвала его просто связи. И ситуация здесь с исходными данными такова. Допустим, где-то есть курсы доллара и евро на листе курс, да. Разнообразие ради здесь считается их отношение, ну, чтобы было видно, да, что где может быть. Также они задействованы при расчете этих сумм на листе задания 3, да. На листе втором они, как бы, в расчете ячеек. И здесь оно задействовано где? Вот этот курс я приравняла к тому, да, долларам, например. И потом вот здесь он тоже, к примеру, используется, да. Теперь, в зависимости от того, для какой ячейки вы хотите изучить это влияние, да, вы и можете построить. Что мы сейчас можем построить? Ну, смотрите, я делал для ячейки А2, да. Видите, он рассказал на этом листе, на какие ячейки оно влияет, да, откуда еще, куда влияет. И на какие ячейки других листов оно тоже влияет. Ну, как вы понимаете, если считается там в столбце, например, тысячи позиций, то веер будет там практически вообще ничего уже не вычитывать, да. А если этих значений будет совсем немножко, то вы как раз получите там буквально какие-то единичные ячейки. Ну, давайте посмотрим. Значит, смотрите, когда мы заходим в окошечко, у нас уже перед тем, как мы зайдем, мы должны выделить ту ячейку, для которой мы хотим выполнить анализ. Ну, к примеру, давайте я вначале возьму, например, курс евро. Это будет сейчас ячейка B2. И также захожу на нашу вкладку сравнений всяких и выбираю Sell Relationships. Sell Relationships. Ну, когда он строит все эти диаграммы, он всегда, вы видите, предлагает все равно сохранить. Да, говорю, да. И здесь он еще хочет с нами поговорить. То есть, типа, настроить опции, для которых я буду устроить вам вот эту вот диаграмму связи, да, структурную составляющую. По листу, да, по книге, ну, то есть можно ограничить чем-то одним, да, или все попросить. Дальше вы видите ячейки, влияющие или зависимые, да, то есть на что оно влияло или что на нее влияло. Можно что-то одно посмотреть, если вам нужно знать только, да. Либо вот, например, если поставить trace of, то он будет показывать и то, и другое. То есть откуда, если что, что влияло на эту ячейку, да, и на что она затем влияет. То есть для кого она является исходными данными. И нижние позиции он вам предлагает выбрать, ну, как бы вложение, скольких уровней мы просматриваем. Можно оставить с лимитом, можно, например, сказать все. Ну, то есть получается область действия, да, как бы Data Options, зависимые или влияющие ячейки, и, соответственно, какой уровень вложения. Окей? Здесь вы видите пошел читать все ячейки, усердно считает. Ну и почти как электрификация страны. Да, видите, это потому что я поставила все, да. То есть, конечно, в таких пучках вывод только какой? Ну, к примеру, много, да. Теперь давайте я его закрою и скажу не все, а вот ограничу двумя уровнями. А можно, например, вообще поставить один. И тогда, вы видите, все стало гораздо компактнее. Ну, то есть он показывает, что раз названия листа нет, то на этом листе он влияет на B10, B11, да. Ну, здесь, видите, вот эти вот плюсики, они есть, да. Но это просто он дальше показывает, что в ячейке B10 оно еще там на что-то влияет, да, на A2. Ну, то есть влияющие, да, и зависимые, как бы они так и получаются. Ну, вот, соответственно, в B11 будет такая же ситуация, что она завязана с ячейкой еще A2. Ну, то есть на эту ячейку, помимо курса евро, да, это наша ячейка B2, еще также влияет и курс доллара. Потому что здесь у нас считалось отношение в одном случае доллара к евро, да, в другом случае евро к доллару. Поэтому, если это не надо, вот такой вот раз и свернули. То же самое дальше вы видите, это уже другие листы, да, и он рассказывает, как это считалось. То есть есть там еще какие-то значения, ну, уже вы видите F и D, да. То есть если, например, зайти на этот лист задания 2, так просто мы туда не перейдем, это как бы он не пускает в том случае. Как бы окно такое имеет, ну, как типа диалоговое окошко главное. То есть так просто туда не переместишься. Вот. И как будто реально он показывает, что на что влияет. Поэтому один уровень, значит, один, два, соответственно, может быть и дальше построено, да, или больше вариантов. Если, например, я сейчас возьму с таким же успехом, допустим, курс доллара, да, ну, и, например, давайте я ставлю 2. То есть одну мы видели, да, все видели. Давайте еще подвозьмем двойное вложение. Ну, тогда вы видите, он просто сразу еще показывает, ну, как бы второй, как бы, вариант. Что вот задание 2, там, например, ячейка такая-то на это вообще. Ну, то есть вот такая вот схемка. Ее можно, вы видите, ну, собственно говоря, ее можно и распечатать, да, предлагает. То есть иногда вот, когда много, особенно из других файлов, да, прямо кнопка принтера, предварительно просто посмотреть, да. Вы тут не сильно много что можете настроить, ну, обычные вот параметры печати, да, там, если что, увеличить, уменьшить. Это если очень мелкая получилась, да, можно даже вот взять и тоже ее посмотреть и так. Ну, здесь, в принципе, тоже масштаб есть, да, именно просмотр. Вы можете, если куча всего, да, в какой-то момент укрупнить, меньше сделать. Все по ситуации. Ну, по умолчанию стоит too fit, то есть по расположению, да, по месту. Layout notes, ну, здесь вот видите, просто есть еще окошко, когда очень много всего, да. Вы, например, можете промасштабировать и вот как вот, да, типа лупой вы двигаете, и вам показывает ту одну часть, ту другую, ту третью. Ну, это вот когда огромные съемки. Вот так, обычная печать, ну, и обновить, рефреш. Здесь типа, если вы там что-то с другим параметром хотите посмотреть, можно не закрывая окошко, здесь тоже сразу попросили. Но это для той же ячейки, да, если вы хотите для какой-то другой, то надо тогда уже поменять. То есть вот такое вот взаимосвязь может быть нарисовано, да. Как называется, иногда рефлекс срабатывает и на картинку тоже. Я пыталась ее закрыть. Так, и давайте покажу с точки зрения файлов, да. Вот, например, у меня здесь есть еще файл, на который будет несколько. Так, вот смотрите, у меня есть отчет, который собирает данные из нескольких файлов, да. Ну, здесь путь прописался, а реально, если посмотреть в этот отчет, прилетают файлы из дальневосточного округа, северного, центрального, южного, да. В эти округа, в принципе, данные приходят сами по себе еще из, там, например, могут приходить, там, Владивосток и так далее, да. Что тогда будет? Ну, хочу, чтобы он мне нарисовал, какие данные из какого уже файла подтягиваются, да, то есть кто на что. Соответственно, по аналогии мы также приходим на нашу вкладку и в группе диаграмм выбираем только уже теперь BookBook Relationship. Здесь от вас уже ничего не требуется. Независимо от того, где вы будете находиться, я имею в виду, какая ячейка, он вам сразу расскажет, что, где и как. Ну, вот здесь, смотрите, он рассказывает, что на этот отчет он создается по данным четырех файлов, да. Видите, оно там идет с крестиком. Я что сделала? Чтобы он не строился очень долго, я взяла и, что называется, убила обновление, привязку к предыдущим файлам. Потому что тогда, иначе, ну, как бы этот процесс шел достаточно долго. То есть в первом приближении он эти ссылки нашел, правильно? И если вот такое кратенькое, то это происходит достаточно быстро. Если, например, взять другой момент, вот, и теперь, например, попрошу его построить мне снова. Ну, все равно не вид, наверное, тогда формулы переписывать. Ну, затея вся, в общем-то, будет такова. Я не помню, я здесь оставила такую красивую схемку или нет. Нет. Давайте я вам тогда немножко по-другому покажу. Просто реально оно строится достаточно долго. На эту тему я писала когда-то еще давно статейку. Там есть картиночка. Excel.ru Это вот как раз мой блог. И здесь я вам через него сейчас покажу картинку. Вот, смотрите, один вариант, да, она такая у нас достаточно, вот, как мы сейчас видели, да. И вот она же, если нужно посмотреть, из чего это состоит. То есть, например, у меня были маленькие вот эти вот файлы, да, как бы исходники по городам. На основании этих данных строил отчет, строился конкретного округа, да. А уже этот округ дальше влиял, ну, как бы, на суммарные по всем. Ну, вот, реально могу сказать, такой отчет уже строится, по-моему, если я правильно помню, где-то минут 5-10. Он точно думал, это при условии, что там данных, опять же, ну, немного было. Потому что ему надо это все, опять же, проанализировать. Реально ему надо как бы в фоновом режиме в каждый файл зайти, в один, в другой, в третий, да, проанализировать действия ссылки внешних источников. Ну, и вот такого вот рода схема будет построена. То есть, в целом, вы видите, они, в общем-то, похожи, да, что когда мы берем внутри одного файла, да, там пока листы будут, что из разных файлов, что и ячейки. И просто вопрос вот этого, как бы, ну, иерархии, да, ячейка, файл или, соответственно, книга, да. Понятно? Поэтому вот если такая взаимосвязь будет, да, и файлы вот эти вот все, я просто для того, чтобы пошустрее было, я обрубила связь с этими с источниками, вот, поэтому иначе это будет просто, ну, реально очень долго. Мы с вами будем ждать, а это вроде как смысла нет. Реально вот такие вот схемочки строятся. Если бы в этих файлах, например, была бы еще завязка, да, то у вас бы дальше так было написано, что, допустим, там, неважно, в Москву, да, приходят данные, и там, допустим, не знаю, все округа Москвы, да, там. И он бы так вот эту структуру вам бы четко все показал. Ну, и что нам может еще предложить настройка? Настройка нам может с вами еще предложить такую вещь, как очистить лишнее форматирование. Ну, обычно у нас с такой проблемой сталкивается человек, у которого вроде бы, казалось бы, не очень, может быть, даже, как ему казалось, много всяких форматов, но при этом размер файла как-то увеличен, да. Ну, вот часто бывает, люди сталкиваются, когда из разных файлов из одного в другой копируют, но не просто вставляют как значение, вот обычную вставку, да, и, ну, там, форму, чтобы сохранились, порой бывает затея такая. И приходит другое форматирование. Какое-то потом, ну, где-то меняется, какое-то оседает. Также вот у некоторых есть привычки при работе, там, с шрифтом, например, с условным форматированием выделять не только, ну, как бы, ячейки, таблицы, которые есть, да, а что называется с запасиком. То есть полностью строки или полностью столбцы. Вот, чтобы потом не самим вручную все это, ну, как бы, убирать, да, можно будет воспользоваться вот этим инструментом очисткой лишнего форматирования. Ну, конечно, понятие лишнее, тут можно напроситься, у кого лишнее, да. Ну, принцип у него такой, если у вас, например, есть табличка, и он видит, что форматирование, как в таблице есть, заложено еще в ячейках пустых ниже, да, то есть, ну, как бы, после пустой ячейки, то он все, что вот ниже, как раз пустой, или правее, там, выше, левее, он как раз из них и будет, собственно говоря, удалять. Ну, вот, например, первый вариантик, давайте подглядим. Закрыть только. Вот, например, образец не лучшего подражания, насколько я помню здесь. Что здесь? Здесь, например, видите, типа, было задано для столбца стоимость партии условное форматирование, да, ну, с какими-то критериями, и человек выделил весь столбец. Так как стоят условия, вот если на них посмотреть, которые описывают все числа, то есть меньше тысячи, там, от тысячи до тысячи семьсот пятьдесят, свыше тысячи семьсот пятьдесят, то, естественно, даже пустая ячейка, да, даже при таком раскладе и заголовок в столбце он тоже, собственно говоря, оформляется. Или вот человек хотел выделить, нужны были данные по товарищу, приемщику хороших, да, ну, и человек решил, что там взял, и, например, там, выделил все строчки, там, от второй до конца, да, и в результате у нас получилось лишнее форматирование, да, это, например, ну, я сделал, чтобы через условное форматирование, а некоторые, я помню, все время давным-давно, ну, их всегда тоже отучало, кто обучался на первом Excel, да какая разница, типа, я вот так вот выделю и поставлю залив, я говорю, а вон тот хвост, который идет вдали, я говорю, а на печати вот этой таблицы странные полоски, ну, не говоря про размер файла, я говорю, ничего, вроде небольшой, ну, то есть, ну, хозяин-барин, конечно, но обычно так не поступает, да, тогда, ну, где-то, конечно, вы можете этим заняться и самостоятельно, ну, я имею в виду найти, да, и поменять, хотя, опять же, не самое интересное занятие, или на помощь нам может прийти все та же, что называется, диагностика, да, с помощью инквайя, и здесь у нас есть прям кнопочка, она отвечает за очистку, ну, как бы лишнего вот этого форматирования, клеем XSL форматинг, ну, ластик, да, привычный внешний вид, никаких параметров, типа, вот это смотри, вот это не смотри, здесь нет, то есть, вот, только так, как сделал разработчик, поэтому нажимаем с вами на кнопочку, что называется, очистка лишнего форматирования, да, и в результате он просто единственное только может спросить, либо на активном листе, да, если у вас их много, либо во всем файле, да, я оставлю, но на самом деле, что бы я сейчас здесь не сказала, так как файл содержит один лист, это будет равнозначно, окей, и вот здесь, видите, он говорит, сохранить изменения перед очисткой, кстати, команда неотменима, поэтому если вы в чем-то сомневаетесь, да, то лучше перед тем, как вы делаете вот эту очистку, да, потому что иногда случается некий парадокс, затея-то была сделать размер файла в том числе меньше, но может чуть-чуть увеличиться, ну, то есть вам может это тоже не понравится, вот, поэтому, чтобы было к чему возвращаться, если, да, то на всякий случай я бы тоже советовала создавать копию файла, чтобы если все хорошо, замечательно удалили, да, это недолго, если что-то не так, то вы спокойно можете взять и оставить уже этот вариант, да, ну, так как в этом, в этом файле он удалит, но размер файла при этом никак не меняется, то я пока на размер файла ваше внимание не обращаю, то есть я соглашаюсь, он, вы видите, там достаточно быстро что-то там дрожит, курсор machine прекращается вскоре, и это означает, что он уже все практически проанализирован, что в результате я вижу? Я теперь вижу, что ничего там, полосочек вправо нет, да, впрочем, как и полосочку вниз в столбце M тоже нам все ликвидировали, правильно? При этом, если, например, я вернусь, я же это для нашей демонстрации делал через условное форматирование, то вы видите, и здесь тоже он взял теперь и сократил под размеры самой таблицы, а раньше здесь было прописано, ну, типа, до упора что вниз, что вправо. Ну, то есть пробежался по всем форматированию, да, и ушел. Ну, некоторые иногда говорят, могут ли уйти, вот здесь иногда бывает куча лишних стилей, да, но, знаете, я как-то особо не заметила, что он готов их удалять, ну, просто у меня есть некоторые файлы такие, скажем, нехорошие с этой точки зрения, давнишние, вот, я из любопытства ради посмотрела, но стиль ячеек он так не удален. Хотя, по идее, это тоже вроде как лишнее форматирование, да, если нигде такого стиля нет, иногда бывает там списки таких каких-то прошлых тысячелетий, у вас даже ячеек таких нет, он все равно их помнит, но вот эти он не удаляет. Такие варианты из сил того, что я встречала, можно только вот, ну, буквально через некоторые макросы, и то он еще удаляет не все. Ну, их, конечно, некоторые можно и вручную, ну, к примеру, там, попробовать удалить, но иногда бывает так, что вы удаляете, ну, вот это, например, сейчас 2-3 удалился, а некоторые делают вид, что они не удаляются. Ну, то есть такая проблемка, она как бы, ну, встречается иногда. Вот, но здесь вы видите, он удалил только лишнее, да, на размер файла я не обращала внимания, потому что, еще раз повторюсь, он не, ну, как бы не изменился практически. Видите, команда отменить тоже недоступна, да. То есть единственное, может, если повезет, это выйти из файла без сохранения. Я всегда обычно говорю так, сильно на это не рассчитывайте по жизни, потому что варианты бывают разные, и автосохранение у нас происходит каждые 10 минут по законам полности жизни. Это окажется, как обычно, не тогда, когда вы этого ожидали. Ну, то есть уже поздно. А вот теперь, например, еще один файл, он у меня называется очистка форматирования 2, и вы видите, он сейчас занимает 175 килобайт, да. И я в нем, здесь на самом деле, в принципе, ничего такого особенного нет, тут какие-то таблички, листочки, сводные, правда, там есть. Я в нем тоже сделаю ту же самую команду. Очищу лишнее форматирование. На всех листах. Сохраняю, очистил, да. Сохраняю, закрываю. Был 175, вы видите, осталось 164. Что-то удалил. Увидеть, что он удалил, ну, наверное, даже так особо не получится, если попытаться сделать вот, ну, как бы сравнение, да, может быть, где-то он, но может быть, также еще вот эти вот к силе, он же там же их не сравнивает, если какие-то стили, да, еще какие-то другим образом были сделаны. Он сравнен только такие простые вещи. Я имею в виду, без хитростей всяких. Вот, но, тем не менее, например, вот 11 килобайт поменьше, да. Когда у нас файлы бывают порой там мега, не дай бог, еще гигабайтах, да, то это, конечно, все будет уже, как бы, существенно. Так, поэтому такие вот варианты есть. Здесь есть еще вариантик пароли. Я, честно говоря, не совсем поняла, что он предлагает. Нет, в смысле, что он здесь делает, это я поняла. Я не до конца увидела, как он это хранит. Затей такая, что он предлагает здесь вам создать пароли. Это вот для всех вот этих операций сравнения. То есть, как я поняла, для того, чтобы вот, типа, кто знает этот пароль, тот мог, наверное, делать, кто не знает, в этом файле не мог делать. То здесь добавляются пароли. Вы можете ввести там, ну, неважно, один пароль какой-то, подтвердить. Для себя оставить какой-то комментарий, для чего это. Таких вы можете создать, ну, как бы, вариантов сколько угодно. Не нужны удаления, надо что-то изменить. Можно сделать импорт в какой-то текстовый файл. А, не в какой-то, это наоборот, если в текстовом файле были пароли, ну, типа, текстом прописанных, их сюда можно загнуть. И получается, что вот, ну, реально, если только в сравнении вы где-то это увидите, а вот так вот, ну, я, честно скажу, я не очень пока поняла, так как описание этой команды в каком-либо более обширном варианте я пока нигде не встречала, то пока это для меня тоже осталось немножко догадкой. Потому что все остальное вроде как понятно, зачем, ну, и что делает. Вот эта команда пока у меня осталась под вопросом. Если найду, то потом маленькую статейку на эту тему напишу. Потому что в таком варианте вроде больше это нигде не идет. Если ставить защиту на весь файл, то по-любому, если человек не знает, допустим, пароль на открытии файла, он все равно уже сюда не придет. Ну, то есть надо будет посмотреть. А так, вы видите, ну, вот основные инструменты, да, проанализировать саму книгу, создать связи по данным одной ячейки, связи по составляющим листов или книги, да, сравнить два файла. Вот этот вариант мне очень нравится. Ну, и если у нас много всяких форматирований, чего-то лишнего там, что-то, то можно попробовать поспособствовать уменьшению размера файла за счет очистки вот этого лишнего, избыточного форматирования. Ну, и мы были в рамках 2013-й версии. В 16-й версии, собственно говоря, она такая же. Ее также нужно будет включить. Никаких изменений, ну, я имею в виду, там, добавили какие-то команды или еще что-то там не произошло. Поэтому еще раз повторюсь, они у нас есть реально только в 13-й и в 16-й версиях. И при условии, что у нас с вами стоит офис профессиональный, то есть ни в каком другом, более упрощенных, как бы, вариациях, их нет. Ну, кто-то может сказать, что, в принципе, ну и ладно, переживу, да, где-то это может быть удобно, но все в зависимости от того, потому что я узнаю частые занятия, в том числе многие обычно интересуются, как бы так вот, ну, побыстрее посмотреть, ну, чтобы не руками самим там на кучу формул написать. Вот один из помощников, я вам всегда говорю, если у вас 13-я или 16-я версия, то вы можете попробовать сравнить два файла и узнать, где что отличается. Сами эти инструменты простые, да, тут настроек, тут никаких нет, чтобы там особо мудрить. Поэтому в этом тоже и приятность со стороны разработчика для нас, как для пользователей. Нам же всегда хочется как, чтобы два раза щелкнуть, поменьше думать и получить то, что надо. Вот, да, да, ну, правильно это уж как пойдет. Вот, поэтому такой вот инструмент на сегодняшний момент есть. Тогда давайте попробуем, как он называется, не нарушать традиции. Сейчас я открою для наших слушателей. Вот, маленький тестик. Начинаем с какой версии наша настройка есть? С 13-й. Да, раньше нам ничего не создавали. Так, можно ли вернуться к исходному файлу после применения чистки формативания? Нет, да, мы говорили, это неотменимо, поэтому, если что, лучше создать копию, да. Ну, и в каком виде нам показывают с вами связи между книгами, листами, ячейками? То есть таблицы, это когда мы сравниваем, просто, да, нам такую статистику показывают в табличном виде. Ячейки или ярлыки красным цветом не показываются, да. Ну, и, соответственно, в виде вот этой структурной, ну, или вот в Microsoft в последних версиях, начиная с 10-й, когда пришло PowerPay, вот они почему-то такие вот все, так называемые, связи, да, они стали называть диаграммами, что вот там, то есть вот, ну, у них почему-то это диаграмма. То есть не связи, да, между ними, а именно диаграммами. Вот, поэтому полезная информация будет, сравнивайте, пользуйтесь. Ну, а когда будет что-нибудь еще новенькое интересное нам придумать, то об этом тоже обязательно узнаете. Ну, что ж, всем тогда спасибо за внимание, ну, и, возможно, до встречи в будущем. Спасибо. Сказать. Ну, вот, как я говорила, в принципе, эта настройка, она может к чему угодно быть, да, но такое вот в основном близкое, если что-то где-то понимание, это может быть второй уровень, да, например, где-то, что-то может быть также третьего уровня, да, и вот что касается бизнес-аналитики, ну, или как шестой, да, он по базе стоит, здесь я еще не меняла, сейчас немножечко программа будет меняться, на сайте уже она обновленная, будет PowerPilot, 16-й, 13-й, да, 10-й, там еще я добавила PowerQuery, потому что PowerPilot, он позволяет загружать просто, ну, как бы, импорт, а PowerQuery позволяет уже загрузить только то, что надо, ну, то есть такой более гибкий вариант с точки зрения источника. Вот, поэтому вот в этом курсе там будет все, что рядом с PowerPilot, а вот эта настройка NQI, она, к сожалению, она, ну, как бы, там вообще не к месту. Вот, поэтому вот здесь, ну, как бы, это все, что касается внешних источников, вот этих больших, безумно больших, не очень больших, вот там, чтобы все это построить.